К нашему эфиру присоединяется Николай Кулеба, бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка и руководитель сети спасения Save Ukraine. Николай Николаевич, здравствуйте. 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 Так, давайте обсудим, собственно, это событие преступления с точки зрения международного права. Как можно квалифицировать те действия, которые провела семья Мироновых? Это военное преступление, геноцид. Миронов говорит, что это украинский фейк. Вы знаете, для Миронова, наверное, это трофей, который он забрал с оккупированной территории Украины. Знаете, как вот что-то привести к себе домой. К сожалению, русские так относятся сегодня к украинским детям, которые массово депортируются, принудительно перемещаются на различные территории. Есть дети, которые сменили до 10 локаций уже, потому что сначала их вывозили в лагеря отдыха, так называемые, потом вывозили в другие, в третьи, в пятые, потом в детские дома, потом размещали в семьи. И это бесконечно. Конечно же, стараются всячески спрятать свои преступления, особенно после выдачи Международным криминальным судом ордена на арест Путину Марии Львовой Беловой. Кстати, я сейчас нахожусь как раз в здании Международного криминального суда, где как раз общаюсь с представителями Международного криминального суда, и мы обсуждаем различные кейсы наших детей, которые были украдены русскими. Поэтому кейс Миронова, он очень важен, потому что это политик высокого уровня, который украл украинского ребенка, а это киднеппинг. И здесь, конечно же, это можно классифицировать как и геноцид, и военные преступления, но для геноцида здесь нужно, чтобы эти действия носили массовый характер. То, что сейчас расследуют украинские власти и Международный криминальный суд, и не только причастность высших должностных лиц к похищению украинских детей, но также и массовый характер этих депортаций, массовый характер усыновлений и принятия в семью. Поскольку вот здесь, как раз со стороны России, знаете, очень много манипуляций. Мария Львова-Белова, которая выдана ордер на арест, рассказывала ранее, что она усыновила ребенка, она предлагала россиянам усыновлять детей с оккупированных территорий. Но после выдачи ордера на арест, она отказывается от своих слов, она говорит, что она никогда не заявляла, и на самом деле усыновление запрещено, и русские не усыновляют. Возможно, здесь только опека, да, по ее словам. Да, да, возможно, опека, но вот как раз и кейс Миронова, он очень важен для того, чтобы доказать две вещи, что высшие должностные лица причастны к этим преступлениям, в том числе и Путин, который подписал закон об упрощении процедуры усыновления, упрощении процедуры получения гражданства Российской Федерации. Ну и также, чем больше кейсов будет доказано усыновление украинских детей, смены места рождения, смены даты рождения, смены всех личных данных, тем это даст нам возможность доказать массовый характер этого явления, и, конечно же, впоследствии это докажет геноцид украинских детей. А скажите, а сейчас вот касательно семьи Мироновых, Николай, достаточно ли сейчас доказательств, чтобы поднимать вопрос о необходимости выдачи ордера на арест, в том числе и семье Мироновых, ему и его жене? Вы знаете, с одной стороны, этих доказательств достаточно для того, чтобы выдать ордер на арест, но, конечно же, в процессе судебного расследования нужно будет также доказать другие очень важные факты. Это, там, тот же анализ ДНК провести, чтобы доказать, что этот ребенок именно был с этого учреждения, и что вот его родственники, и много других фактов. Вот поэтому так сложно и долго длятся вот эти процессы. Мы как раз в Международном криминальном суде это обсуждаем, поскольку очень много тех вещей, которые сдерживают, и очень много то, чего нужно будет доказывать. Но для нас этот факт уже неопровержимое доказательство. Так же, какие-то факты тех десятков тысяч детей, которых родители были убиты или арестованы, или заключены в фильтрационные лагеря, или исчезли при невыясненных обстоятельствах, которые были перемещены на территорию Российской Федерации, и многих из них мы не можем найти. Вот так же, как вот этот ребенок, который был похищен с детского дома, многие из этих детей также исчезли в неизвестном направлении. И по моим данным, которые нужно еще подтвердить, конечно же, нужно провести расследование, некоторые из этих детей появлялись на сайтах с усыновления в Москве. То есть эти дети были перемещены куда-то и предложены гражданам России, москвичам, Подмосковье к усыновлению. Ну, тут нечему удивляться, потому что это происходит уже много лет. И после аннексии Крыма, захвата территории Донбасса, еще после 2014 года дети массово усыновлялись из Крыма, из Донбасса. Но просто в то время очень сложно было доказать преступление, потому что Россия говорила, что это не они развязали войну. Официально, по сути, это не была война России против Украины. Но сейчас уже это ясно, Россия заявила об этом. И теперь все органы международного правосудия, они включены в то, чтобы доказать эти военные преступления. Да, стоит еще, наверное, отметить, что на усыновление украинских детей россияне идут не по причине альтруизма. Но издание The Guardian сообщает о том, что прием в семью малышей из Украины превратился для россиян в источник легких денег. Как выяснило издание, так называемые приемные семьи получают квартиры, деньги от государства за похищенных детей в Украине. И, с одной стороны, Россия пытается ассимилировать маленьких украинцев, навсегда закрыв им память о нашей стране, о том, откуда они. С другой стороны, стимулируют граждан, которые решают стать этими соучастниками преступления заработками. Скажите, есть ли информация о том, скольких детей уже пристроили все-таки любители вот таких легких денег? Какая судьба их ждет, по вашей информации, в этих семьях? И насколько масштабен этот банк усыновления в Российской Федерации, в частности в Москве? Вы знаете, вот я бы немножко сместил акценты. Да, нам очень важно найти детей без сопровождения взрослых. Так, давайте сейчас установим вновь связь. Говорим о похищении и депортации украинских детей российскими оккупантами. Николаевна, в нашем эфире вы говорите о том, что необходимо... Слышно, отлично. Вы остановились на том, что необходимо сместить акценты. Да, необходимо сместить акценты с только усыновления, потому что это может быть 10-20 тысяч детей за 10 последних лет, которые были усыновлены. Мы должны говорить не только о времени после полномасштабного вторжения, но мы должны говорить вообще, в принципе, об украинских детях, у которых уничтожают украинскую идентичность, украинскую национальность. То есть Россия делает все, чтобы эти дети, их идентичность была убита, эти дети были, по сути, уничтожены, как украинские дети, чтобы из них сделать российских детей, мало того, привить ненависть к самой Украине и впоследствии их использовать как оружие против Украины, используя их в различных конфликтах. Это то, что мы видим и слышим от тех детей, которых нам удалось вернуть после депортации. Они все об этом рассказывают, что все, что делала Россия, это пыталось уничтожить их идентичность, а таких детей более миллиона за 10 лет. Мы должны говорить о всех этих детях, которые остались на оккупированных территориях, которые были депортированы на территорию Российской Федерации. Поскольку та же Мария Львова-Белова, преступница, которой выписан ордер, она еще несколько месяцев назад говорила о том, что после полномасштабного, вдумайтесь, только после полномасштабного вторжения на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 740 тысяч детей. Понятно, что большинство из этих детей, возможно, 90% это дети, может и больше, это дети с родителями. Но это не уменьшает преступность России, потому что основная задача по всем детям, которые на оккупированных территориях в России, это уничтожить украинскую идентичность, что есть геноцидом, потому что задача это ассимиляция этих детей. Задача у Путина это уничтожение украинской нации, и об этом Путин неоднократно заявлял. Поэтому мы должны смещать акценты и говорить не только о усыновленных детях россиянами, это преступление, конечно же, но не меньшим преступлением является уничтожение украинской идентичности. Если этот ребенок имеет родителей, он входит в российскую школу, он получил уже российские свидетельства о рождении, российский паспорт, он уже прославляет Путина, он слышит каждый день из пропагандистских помоек информацию о том, что Украина напала на Россию, о том, что это агрессия Украины, это НАТО, это нацисты напали, и начинает таким образом ненавидеть свою же страну. Это и есть военное преступление и геноцид. Николай Николаевич, скажите, а есть ли сейчас какие-то добрые люди, люди доброй воли, смелые люди, волонтеры из России, которые звонят в Украину, в Киев и сообщают о таких детях, которые были похищены Кремлем и депортированы, о том, кому и как были изменены личные данные и в какие семьи или регионы в дома-интернаты были отправлены подобные дети? Вы знаете, к сожалению, немного. Есть такие случаи, таких случаев немного. И я вот недавно разговаривал с Евгением Карамурзой, у которой муж сегодня находится в путинских застенках, является врагом режима, врагом Путина и подвергается просто... Дованию сумасшедшему, сумасшедший срок, более 20 лет, да? Больше, чем за убийство. Да, это, ну, он преследуется Путиным непосредственно. И это, ну, вы знаете, что с Магницким случилось. И я буквально недавно встречался с Биллом Браудер, этот друг Магницкого, которого Путин убил. Это лично его преступление. Поэтому очень, очень мало таких россиян, вот как эти, которые продолжают бороться, которые помогают нам в расследовании этих преступлений, помогают в поиске пропавших детей. Ну, конечно же, я обращаюсь с помощью вашей программы и прямо сейчас к тем, кому известны такие случаи. Кто знает, где могут находиться такие дети. Кто ищет своего ребенка, обращаться в украинские государственные органы, в офис омбудсмена. И, конечно же, вы можете найти Save Ukraine, которая занимается возвращением таких детей. И также нам об этом сообщить, поскольку мы также работаем с государственными органами. И мы сделаем все возможное для нас, чтобы помочь вам вернуть ребенка. Следующее сообщение есть, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты сейчас готовят новые списки украинских несовершеннолетних для вывоза за пределы территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Контролирует эти списки и дальнейшую депортацию украинских детей. Та, которую вы уже неоднократно сегодня упоминали, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, подозреваемым Международным уголовным судом. Николай Николаевич, скажите, были ли хоть какие-то попытки со стороны официальных лиц РФ найти родственников детей-сирот или безнадзорных детей, которые были вывезены за период полномасштабного вторжения за пределы Украины? Вы знаете, я могу вам говорить от имени детей, которые пребывали в российских застенках, которые находились в российском плену, будучи вывезенными и на территорию Крыма, и в Россию. Все они говорят о том, что ни разу, ни при каких обстоятельствах, никто с их родителями не пытался связаться, не найти, не пытаться вернуть этих детей. То есть в этом прослеживается прямая цель похищения этих детей и ассимиляции этих детей. Даже когда находятся родственники, и они пытаются забрать этих детей, очень часто они сталкиваются с тем, что их депортируют или блокируют вообще возвращение своего ребенка. Вы попробуете просто, пересекая границу России, заявить, что вы въезжаете в Россию, чтобы забрать своего родственника, ребенка. Вы сразу почувствуете на себе, что такое российское ФСБ, что такое депортации, что такое насилие, что такое психологическое давление, пытки и так далее. Поэтому, несмотря на то, что официальные лица России заявляют, что они все делают возможное, чтобы вернуть, найти родственников, вернуть детей, это манипуляции, это вранье, такого не происходит. И недавно вышел сюжет на CBS 60 Minutes, это американская известная программа, которая расследовала случаи возвращения нами, Save Ukraine, таких детей. И там очень четко все показано, как это происходит, какие пытки просто используют россияне, чтобы заблокировать возвращение любого ребенка. И каждый такой кейс, конечно же, на контроле в офисе Марии Львовой-Беловой. Российские администрации на временно оккупированных территориях Украины сейчас получили указание из Москвы привлечь больше детей к программам по изменению самоидентификации. То, о чем вы говорите, на чем необходимо акцентировать внимание. Об этом также сообщает Центр национального сопротивления. В школах получили задание привлечь 70% украинских школьников к российским ученическим олимпиадам и программам обмена. На практике это означает, что дети должны ездить в Россию, участвовать в конкурсах, которые прославляют Россию. Программы начинаются с первого класса. Маленькие дети участвуют в конкурсе рисунков на пропагандистскую тематику. Целью этих мероприятий является, опять же, уничтожение самоидентификации украинских детей. Николай Николаевич, как вы... Слушайте, я прошу прощения. Последнее добавлю. Вы говорите вообще о самых безобидных таких... Это преступления, конечно же. Но о самом безобидном. А нужно говорить о милитаризации. О том, что, ну вот допустим, Вагнеренок. Да, вот создано такое детское движение Вагнеренок, где представители Вагнера это преступники, которые приходят в школы и рассказывают детям, как они сражаются за Россию на территории Украины и убивают украинцев. Более миллиона детей в этом движении. Как много сейчас Россия и Кремль вкладывают в эту пропаганду на территории России и на территории временно оккупированных. И какие методы еще применяются. Вагнеры это первое, да, и один из сейчас известных случаев, когда вот этих недавних наркоманов и убийц приводят на уроки и рассказывают об важном. Ну, вы знаете, это вся система, она пронизана в России этой пропагандой. Это настоящий яд, который разлагает мозг любому человеку, тем более ребенку. Поэтому для детей придумаются, ну вообще, ну невероятные планы, как это происходит. У нас есть дети с оккупированных территорий, которые нам рассказывали, что их привозили в Москву. Представьте, с Херсонской области оккупированных территорий в Москву, где они четыре дня с утра до вечера слушали российских пропагандистов. И дети вспоминали фамилию Медведева, бывшего президента, фамилию Соловьева, пропагандиста. Вот представьте, они везут детей в Москву с оккупированных территорий, и им промывают там мозги, все российские самые главные пропагандисты, смешивая с российскими детьми. Это же психологическое насилие над этими детьми. Им предлагают и отправляют в учебные заведения Российской Федерации. Вот недавно публикации были, что российский следственный комитет с оккупированных территорий забирает украинских детей и отправляет туда. Ну да, это же по сути НКВД. То есть они готовят НКВДистов для чего? Для того, чтобы после обучения отправить на оккупированные территории, и дальше эти молодые люди, уже пропитанные российской пропагандой, могли издеваться над своими же соотечественниками, которые будут проявлять какое-то неповиновение режиму. Но я таких историй могу очень много вам рассказывать, что делается с украинскими детьми там. В том числе и написание писем благодарности российским военным, которые воюют с украинцами. Их же заставляют это делать. Ну, это ужасно, то, что происходит. Этому, конечно же, это военные преступления, и этому дается оценка соответствующая. Проходят расследования. Понятно, что не так быстро, как нам хочется. А нам нужно побеждать в этой войне. Нам нужно освобождать наши территории и возвращать наших детей. Николай Николаевич, еще один вопрос о тех, кто также участвует в депортации и изменении или идентичности наших украинских детей. Давайте поговорим о Беларуси. В частности, власти Украины, напомню, ввели новые санкции против причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий. Под них попали 100 человек и 37 юридических лиц из Беларуси и России. Те официальные детей вывозят в Беларусь на так называемое оздоровление и так далее. Мы видим те заявления, которые звучат в Беларуси. Лживые абсолютно. Слушали и неоднократно говорили с представителями белорусской оппозиции, которая сейчас занимается документированием этих военных преступлений белорусского режима. И известно, что белорусская оппозиция уже неоднократно передавала факты преступлений в Международный уголовный суд. Как вы считаете, как скоро Лукашенко все же получит наравне с Путиным, Львовой, Беловой и, возможно, тем же Мировановым, вот этот ордер на арест? Ну, вы знаете, как раз вот эти обсуждения проходят здесь в Международном криминальном суде. Понятно, что им нужно собирать все необходимые доказательства, и они будут собираться непременно. Они получат не только дирана на арест, но и пристанут перед судом. Понятно, нам хочется быстрее это сделать, но есть определенные юридические процедуры, и они требуют больше времени. Но здесь, опять же, не нужно даже много доказательств. Мы же видим их причастность, поскольку и Лукашенко, и представитель Красного Креста белорусского, и другие должностные лица заявляли, что они это делают. То есть, по сути, они уже сами признаются в этих преступлениях. Единственное, что сегодня, возможно, останавливает расследователей, это не определение еще статуса Беларуси в этой войне. Поскольку по России тут все понятно, Россия агрессор. А вот по Беларуси здесь еще нужно определить статус Беларуси. Кто она в этой войне? Потому что Лукашенко играет свою игру. Он же рассказывает, что он же не нападал. Ну да, прошли российские военные по его территории, он пропустил их. И они, по сути, захватили с территории Беларуси части Украины. И это преступление. Но вот здесь нужно еще определить этот статус. Кто Лукашенко? Пособник, агрессор, агрессор. То есть, здесь как раз международные институции сейчас находятся на стадии определения статуса Беларуси. Ну, для нас, конечно же, это пособник врагу. И это есть враг. Знаете, пособник врага – это враг для Украины. Николай Николаевич, ну, главное, что вы уже находитесь в этих институциях, сейчас в международном криминальном суде, что люди работают над этим. Спасибо вам огромное за вашу работу, за все то, что вы делаете для того, чтобы наши украинские, похищенные российским режимом дети вернулись в свои семьи или же просто в Украину. Спасибо вам еще раз за эту работу. Спасибо вам. Напомню нашим зрителям, что Николай Кулеба был с нами в эфире, бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка и руководитель отдела спасения Save Ukraine, куда вы можете обратиться и рассказать о судьбе украинских депортированных детей на территорию России. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.